Олег Уруса, возвращаясь домой, выбрал для пересечения границы Красный коридор. Свою нервозность спрятать мужчине не удалось. После подачи таможенной декларации его машина была выведена из общего потока и направлена для проведения специального досмотра. Как оказалось, не зря. В результате в нише запасного колеса были обнаружены 13 штык-ножей, 10 из которых относятся к различным модификациям автомата Калашникова. Сам задержанный утверждает, что никаких злых умыслов он не преследовал. Контрабанда предназначалась для личной коллекции. Я коллекционер, приобрел себе в коллекцию несколько штык-ножей, вез их через границу. Когда проезжал в таможню, выяснилось, что везти их нельзя, и их изъяли. Данные товары подлежат таможенному декларированию и при ввозе требуют специальных разрешительных документов в соответствии с законодательством Таможенного союза. Товары изъяты, будет проводиться проверка, результатом которых, прежде всего, будет конфискация. Дальнейшее введение административного процесса по факту перемещения через таможенную границу товарно-материальных ценностей сейчас находится в компетенции таможенных органов. Сумма их оценки устанавливается. Следует отметить, это не первое задержание данного гражданина. Данный гражданин, житель города Барановичи, ранее задерживался за подобное правонарушение 28 мая сего года. Тогда он пересекал границу в автодорожном пункте пропуска Брест. И после пересечения линии зеленого коридора транспортное средство было направлено в бокс для углубленного досмотра, после которого было выявлено 12 штык-ножей и одна сабля. У военнослужащих Брестской пограничной группы уже имелась информация о возможной попытке незаконного перемещения через государственную границу товарно-материальных ценностей, реализуя информацию совместно с должностными лицами таможни и был проведен таможенный досмотр.